Он вне опасности? Не совсем, но постепенно восстанавливается. Это хорошо. Он сможет поправиться, если будет находиться в покое, если не переживать и не волноваться. Доктор Масселе дал мне тысячу рекомендаций. Он говорит, что мы должны быть очень осторожны. Любая оплошность может стоить ему жизни. Во всяком случае, то, что ему лучше, уже хорошо. Это означает, что опасность позади. Верно. Сердечные приступы – такая штука. Либо они убивают тебя, либо ты очень быстро поправляешься. Через несколько дней Франциска опять уже будет здоров и при делах. А как насчет свадьбы? Что? Дорогой, если отцу лучше, было бы глупо ее откладывать, верно? Если свадьбу отложить, возникнет множество проблем, Алекс. Сообщение в газетах опубликовано, приглашения разосланы, все уже готово. Церемония в церкви, праздничный обед. Да, но... Это ужасно, но что поделаешь. Главное сейчас – здоровье Франциска. Я готова отложить нашу свадьбу. Если ему не станет хуже, то необходимости в этом нет. Такие церемонии отменяют только в исключительных случаях. Да, а как же торжество? Мы будем веселиться, а он будет страдать в больнице? Неужели ты пошла бы на свадьбу? Я приду в церковь, раз я посаженная мать. И побуду на приеме. Видишь, Алекс, даже Йоланда согласна праздновать свадьбу. Конечно, мне сейчас не до празднований. Но я должна прийти. Мама. Мне жаль, прости меня. Ничего, мы все понимаем. Бедняжка. Она так много плачет. Йоланда, какие у вас опухшие глаза. Это все от неизвестности. Я всю ночь не могла заснуть. Сегодня я тоже пережила неприятный момент. Что случилось? Я потом все расскажу, Алекс. Так что же мы решим со свадьбой? Нет, мне, в общем-то, все равно. Просто хотелось бы знать. Если ее не будет, мне придется... Нет. Нет, Марсия. Думаю, не стоит ничего отменять. Если только что-нибудь не случится. Мама. Да. Если дела у Франциска идут на поправку, поступайте, как планировали. Дорогая, извини за беспокойство, но мне было не удержаться. Я должна обязательно с кем-нибудь поделиться. Я так рада. Что случилось? Я получила письмо, деточка, письмо. От кого, Финероса? От Лалас, Россио. Да? Как они что пишут? Вот, смотри. У них все хорошо. Медовый месяц проходит отлично. Видишь, что здесь написано? Я никогда не думал, что буду так счастлив. Спасибо Господу. Дети мои. Финероса, почему же вы плачете? Со мной всегда так. Когда я сильно радуюсь, то всегда плачу. Когда горе, я как кремень. А от радости просто таю. Невозможно пережить это. Не надо, Финероса, перестаньте. Наконец-то, Энесс, как ты долго? Что случилось? Что с тобой? Ох, девочка моя, беда никогда не приходит одна. Что, о какой беде вы говорите? Я звонила домой, и мне сказали, что сеньор Франциско в больнице. Дядя Франциско? Да. У него был сердечный приступ. О, нет. Боже, это Моника. Нет, Энесс. Энесс. Ничего, успокойся, худшая позади. Хотя он еще очень слаб. Значит, они не смогут пожениться. Алехандро и эта девица, его невеста. До свадьбы осталось всего четыре дня. Раз Франциско лучше, свадьбу не стоит отменять. Что с тобой такое? Выглядишь ужасно. Это, наверное, из-за бессонной ночи и переживаний. Я тебя знаю, сестричка. Раз Франциско стало лучше, это уже не объяснение. Ну-ка, выкладывай. Давай, давай, говори. Ты права, Артенси. Мне очень плохо. Почему? Я ездила к Монике. Йоланда! Я ездила просить. Умоляла, чтобы она оставила Франциско. Как ты могла перед ней унижаться? Я на все готова ради Панчита. Эта женщина убьет его, сведет в могилу. Что она сказала? Ей было наплевать на мои мольбы и предложения. Она настроена категорично. Какое же у нее каменное сердце? У нее нет сердца. Она просто воровка. Поэтому мне не жаль Марии Эмилию. Пусть сама расхлебывает кашу. Какую кашу? Я не собиралась тебе говорить об этом. Но не хочу, чтобы ты потом меня упрекала. Она беременна. У нее будет ребенок, Аталехандро. Если все узнают, что она ждет ребенка, все будет кончено. Не надо думать о плохом. Мы почти у цели. Франциско изолирован. Ему запретили разговаривать. Да, но до каких пор? Франциско стало лучше. Он же не умрет. Не могу поверить, что ты желаешь ему смерти, Марсия. Это моя жизнь, мое счастье. Любовь Аталехандро для меня важнее всего на свете. Я хочу уничтожить все, что мешает мне выйти замуж за Алекса. Ради всего святого. Успокойся. Я больше не потеряю Алекса. Ты не потеряешь его. Худшее уже позади. Вот увидишь, Франциско ничего не скажет. До свадьбы еще столько времени, тетя. Считанные часы, Марсия. Часы. Нет, дни. Четыре дня. Целых четыре дня. Ребенок. Боже мой. Если Алекса узнает, он даже не подозревает. Представляешь, если он узнает. Мы должны ему рассказать. Ты с ума сошла. Но, Артензия, так можно скрывать такое? Бога ради, Иоланда. Ты представляешь, что произойдет, если эта история всплывет накануне его свадьбы с Марсией? Повторится ситуация с Лауритой. Будет жуткий скандал. Что скажут люди? Да. Да, я понимаю. Но молчать еще хуже. Нет, нет, Алекс должен узнать. Я тебя умоляю. После встречи с Моникой, ты смогла убедиться, насколько она амбициозна и аморальна. Та точно такая же. Это у них наследственное. Вспомни эту напыщенную старуху и ее намерение во что бы то ни было стать той, какой она была когда-то. Они все остались.